МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк, ведущая программы «Неделя города». Смотрите сегодня. Вне шаблонов в Рязани определили победителя регионального этапа конкурса «Учитель года». Общее дело. В области стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетов на благоустройство. Мобильная поножовщина. В Рязани утвердили приговор за преступление двухлетней давности. В Рязанском дворце детского творчества прошел финал регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023». В Рязанской области соревновались 29 педагогов-победителей школьных и муниципальных этапов, но гран-при получил только один. Екатерина Скокунова учителем мечтала стать с детства. Даже в школе брала подшефные классы. Поэтому, когда предстоял выбор будущей специальности, Екатерина определилась, не раздумывая. Сейчас она учитель английского языка в школе номер 68. В этом году решила попробовать свои силы в региональном этапе конкурса «Учитель года». Как вводится, открытый урок пошел не по плану. Сломался сайт, на котором строилась часть учебного процесса. Урок пришлось перестроить. Возможно, такое нешаблонное мышление и стало для жюри конкурса решающим фактором. Екатерина Скокунова признана лучшей по итогам всех испытаний. Я старалась донести, что современные дети требуют современного подхода. Даже говоря о традиции, все равно нужно следовать вызовам времени. Мы говорим о том, что иностранный язык, особенно в сложившейся ситуации, очень сложно преподавать. Но наши ребята готовы и нужно использовать современные технологии, цифровые системы. И тогда все получится. Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2023» прошла в Рязанском дворце детского творчества. Участников приветствовал губернатор Павел Малков. Он рассказал, что сам рос в семье преподавателей. Поэтому не понаслышке знает, что это тяжелый труд. В целом, сейчас государство уделяет очень большое внимание развитие сферы образования. Но сейчас стоит задача создать современную образовательскую среду для всех, в зависимости от того, где мы живем, в городе, в себе необходимо постоянно повышать качество образования и введевать передовые образы. И вот во всем этом ключевая роль у педагогов. Даже самая современная школа никогда не оживет без коллектива, который должен в дальнейшем в жизни. И наоборот, я, как учитель, способен в дальнейшем учиться и развиваться со своим учеником, вообще независимо от условий. Но уже когда все это отменяется, вот тут и получается самый лучший результат. В региональном этапе конкурса участвовали 29 педагогов из города и области. Финалистами стали 6 преподавателей. Гран-при получила Екатерина Скокунова. Она же отправится отстаивать честь региона на всероссийском этапе. Губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале призвал рязанцев активнее голосовать за территории и общественное пространство, которое необходимо благоустроить в этом году. В проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 15 городов и поселков Рязанской области. В самой же Рязани на онлайн-голосовании выставили 26 позиций. Какие сегодня предпочтения у жителей города, мы спросили их прямо на улице. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проекта благоустройства стартовало в Рязани 15 апреля. Теперь любой житель города может отдать свой голос в пользу одного из 26 общественных пространств. Парки и скверы, набравшие наибольший процент голосов, будут обустроены уже в этом году. Пока что сами рязанцы голосуют исключительно за свой район. Какой парк вы бы хотели, чтобы его в первую очередь благоустраивали? Строители. А какой там парк? В преддверии выборах был когда-то сделан парк, и его забросили. Там только установили лавочки, проложили дорогу и свет, и все. То есть никакой ограды, никакой площадки, вообще ничего нет. Поскольку я живу в центре, мне бы хотелось, чтобы горпарк был устроен. Да, горпарк хочется, потому что... Он запущен? Наше детство, мое там детство, человек не жил в Рязани в детстве, я жила. И я помню, когда я маленькая ходила с родителями, это было классно, это была сцена, были качели, наши танцы были во времена учебы в институте. Кстати, жители городского центра сегодня за то, чтобы благоустраивали объекты в других районах. Мол, у нас и так все в порядке. Пока что фаворит опроса – центральный парк культуры и отдыха в Роще. И это несмотря на то, что его улучшали чаще остальных. В прошлом году после такого голосования благоустройство прошло в лесопарке, Вижневом саду, Дубовой роще, парке Беляково и Гвардейском сквере. Тогда, напомню, в голосовании приняло участие почти 120 тысяч рязанцев. В этом участвуют уже не так активно, хотя голоса принимают до 31 мая, так что еще можно успеть. Полина Власова, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В преддверии Международного дня книг и авторского права сотрудники военнослужащей Управления Росгвардии по Рязанской области приняли участие в акции «Читаем с Росгвардией». Силовики передали несколько сотен книг в местную библиотеку. Сказки для самых маленьких, художественная литература, научная фантастика – книги, которые сотрудники Росгвардии передали в дар центральной библиотеке самых разных жанров. Часть из них уйдет на книжные полки. Часть уже разместили рядом со входом, на площадке для книгообмена. Акции «Читаем с Росгвардией» проводим уже пятый раз. Цель акции – привлечь как можно больше школьников и студентов к чтению книг. Надеемся, что книги, переданные в библиотеку, обязательно найдут своих читателей. Акцию «Читаем с Росгвардией» силовики проводят с 2019 года. Участвуют как рязанские сотрудники, так и региональные. Библиотечные фонды пополнены в Михайловском, Сасовском, Ряжском, Рыбновском, Клепиковском и других районах Рязанской области. В общей сложности сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии Рязанской области подарили фондам библиотек в регионе несколько сотен книг из личных коллекций. Правосудие торжествует. Приговором районного суда 3 апреля 34-летняя рязанка признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подробности этого дела далее. Каждому Новый год запомнился разными событиями. Посиделки в кругу семьи, вечеринки с друзьями, праздничные концерты или салют. В компании, о которой пойдет речь, тоже произошло такое, чего не забудет никто. 1 января 2021 года примерно с двух часов ночи женщина совместно с мужчиной, с которым в течение нескольких лет встречалась, поддерживала близкие отношения, но постоянно совместно не проживала, а также с еще двумя знакомыми по месту жительства этого мужчины праздновала наступление Нового года. Около 6 часов 20 минут гости ушли, а осужденный захотел лечь спать. Ее знакомый хотел продолжить праздновать Новый год и употреблять спиртные напитки. Собравшуюся уходить женщину, потерпевший не хотел отпускать. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина вырвал у нее мобильный телефон, бросил и повредил его. Однако после этого осужденная смогла выйти из квартиры на лестничную площадку. Подойдя к лифту, она обнаружила неисправность мобильного телефона и невозможность в связи с этим вызвать такси и оплатить его. По этой причине женщина вернулась в квартиру, дверь которой оставалась не запертой, и стала предъявлять мужчине претензии по поводу поврежденного мобильного телефона требовать вызвать ей такси. Между ними вновь произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла в руку имевшийся в квартире кухонный нож и, используя его в качестве оружия, нанесла потерпевшему один удар в область правого бедра и два удара в область передней поверхности туловища. Сразу после этого потерпевший вышел из квартиры на лестничную площадку и прошел к соседней квартире, чтобы попросить соседа вызвать ему скорую медицинскую помощь. После чего опустился на пол и через непродолжительное время скончался, так как колторезные раны бедра повредило бедренную артерию, что вызвало острую массивную кровопотерию. 3 апреля 2023 года судью из Железнодорожного районного суда города Рязани вынесен приговор по делу. Действия гражданки квалифицировали по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Большая вода уходит с затопленных участков по всей Рязанской области. Уровень воды в окея относительно гидрологического поста стремительно снижается. Сегодня это 324 см. Но теперь на первый план выходят лесные пожары. Из 500 с лишним пожаров на прошлой неделе основная часть – это пал сухой травы. Основная причина – человеческий фактор. Именно поэтому сотрудники регионального МЧС в очередной раз напомнили основные правила. Количество возгораний сухой травы в Рязанской области с начала года уже неуклонно приближается к 1000. Огнем поражено 2300 гектаров площади. И это только пал. Первым же лесным пожаром область отметилась неделю назад. На территории Шиловского лесничества огонь перешел с полей на земли лесного фонда. Понятно, что это только начало. С уходом воды сушить будет повсеместно. Впрочем, поздно отзор не дремлет. По всем загораниям проводятся проверки. В настоящий момент сотрудников управления надзорной деятельности главного управления выяснилось 111 протоколов. В 84 случаях принято решение о предупреждении. В трех случаях о штрафах на сумму 15 тысяч рублей. По остальным проводятся проверки. Итак, с наступлением пожароопасного периода запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах, сельскохозяйственных угодьях и на территориях, прилегающих к жилым домам. Естественно, за появление свалки горючих отходов с вас тоже спросят. Для физических лиц штрафы, кстати, выросли. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена аспиративная ответственность. На граждан штраф до 15 тысяч рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на юридических лиц до 400 тысяч рублей. Если в случае пожара причинен крупный материальный ущерб, либо причинен вред здоровью, либо жизни человеку, предусмотрена уголовная ответственность на срок до 7 лет лишения свободы. Открытый огонь на землях сельхозназначения и запасы тоже вне закона. Жечь костры также нельзя на торфяниках, под кронами хвойных деревьев, да и вообще при скорости ветра свыше 5 метров в секунду. Для тех же, кто решит противопожарные, минерализованные полосы использовать не по назначению, например, для складирования мусора, предусмотрена особая ответственность. И не только рублем. Динамично развивающийся назвал систему образования в Рязанской области министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с помощником президента Максимом Орешкиным и губернатором Павлом Малковым они посетили ряд учебных заведений региона. В Рязанском колледже электроники подготовка сегодня идет по 15 направлениям. Машиностроение, автомобильный транспорт, химпром, металлообработка и другие. Опытом колледжа заинтересовались на федеральном уровне. Учебные кабинеты, спортивный зал, столовая. Все это стало частью обзорной экскурсии в 47-й школе. Вывод инфраструктуры образования на более качественный уровень – задача, которую поставил президент России. Об этом говорит его помощник Максим Орешкин. И сразу уточняет. Сейчас реализуется большое количество важных программ. Строятся и ремонтируются учебные заведения. Школа после капитального ремонта, фактически новая школа, которая позволяет ребятам реализоваться, получать качественные знания. Важно то, что сами родители участвовали в том числе и в выборе ученики дизайнерских решений. И многие из них были воплощены. Благодаря нацпроекту образования в этом году в регионе капитально отремонтируют 20 школ. Но горизонт событий здесь еще шире. До 26-го года по федеральной программе капитально отремонтируют 119 учебных заведений. Причем это даже не о том, сколько стен и потолков будет окрашено, а о переосмыслении всего внутреннего пространства. В первую очередь, с точки зрения комфорта для учеников. Очень важно заниматься развитием системы образования. Это две основных составляющие. Первая – это материально-техническая, это новые оснащенные здания, помещения, условия для получения образования. А второе, наверное, еще более важное – это коллектив учителей, наставников, педагогов. Не зря вот этот год объявлен у нас годом педагога и наставника. Мы видели сегодня вот очень много живых глаз не только учеников, но и учителей, которые по-настоящему любят свою профессию. Вот от всей души хочется сказать всем спасибо, выразить огромную благодарность. В СУЗах уже ситуация другая. Например, на базе колледжа по федеральной программе «Профессионалитет» создан образовательно-производственный кластер машиностроения. Экскурсию провели уже по современным лабораториям и мастерским. Студенты осваивают промышленную автоматику и робототехнику, навыки сварочного производства, сферы переработки нефти и газа, лазерные и другие технологии. Когда президент делал послание в начале этого года, этому вопросу уделил очень большое внимание и поставил задачу в рамках программы «Профессионалитет» значительно нарастить объемы подготовки специалистов на качественно новом уровне. До 28-го, если не шесть года, миллион выпускников по всей стране в рамках данной программы дополнительно должен случиться, что, конечно, потребует очень напряженной работы и региональных властей, и руководителей колледжей. Ну и, конечно же, очень важный рост здесь предприятий, потому что вообще одна из таких основных задач касается не только колледжей, но касается тех же вузов – это повысить результативность обучения. С этого учебного года в стране стартовал федеральный проект «Профессионалитет». Задача – перестроить систему среднего профессионального образования, перейти от регионального управления колледжами к отраслевому. По этой программе будут выпускать специалистов, уже готовых для работы на предприятиях. Востребованность выросла кратно. Сейчас, куда мы не придем, с кем не общаемся, понимаем, что самый главный вопрос – это дефицит рабочих кадров, квалифицированных с хорошей подготовкой. Вот сейчас как раз главная наша задача, она уже выполняется, полностью эту ситуацию изменится. Во-первых, удовлетворить спрос, и мы видим, насколько сейчас востребовано обучение в средне-специальных учебных заведениях. Во-вторых, повысить качество образования, в первую очередь, за счет как раз тесной связи с промышленными, с производственными предприятиями. Вот только в таком случае будет качественный кадровый порыв. После совещания по вопросам развития сферы образования Павел Малков, Сергей Кравцов и Максим Орешкин осмотрели место строительства жилого комплекса «Метропарк» и обсудили комплексное развитие территории. Глава региона Павел Малков отметил, что уже есть комплексная концепция развития этой части города. По ней одной из доминант и точек притяжения должна стать флагманская школа мирового уровня. Она будет построена в рамках выполнения прямого поручения президента Российской Федерации. Вокруг школы будет в целом выстраиваться архитектура района. Причем очень важно не только грамотно спроектировать застройку, но и запланировать все социальные учреждения, места отдыха и прогулок. Решением этих вопросов сейчас занимается правительство региона. Развитие и совершенствование системы здравоохранения необходимо для сохранения и укрепления здоровья населения и напрямую влияет на потенциал развития регионов и страны в целом. Губернатор Павел Малков неоднократно заявлял, что сфера здравоохранения приоритетная. Медицина должна быть доступной, высокотехнологичной и эффективной для каждого жителя области. Проведение форума «Здоровая независимость» имеет важное значение для решения этой задачи. Двухдневный форум на базе Рязанского медицинского университета объединил специалистов трех сфер – бизнеса, который развивает технологии, социальной защиты, которая создает возможности, а также здравоохранение, которое обеспечивает повышение качества жизни. Здравоохранение – это один из ключевых приоритетов, которые я контролирую сам. И мы действительно сейчас выстроили планы работы по всем направлениям, как вы правильно сказали, от профилактики и диагностики до лечения и последующей реабилитации. При этом не питаем иллюзий. И очевидно, что еще очень много предстоит сделать. Первые шаги сейчас мы выполнили, но дальше работа еще на много лет вперед. В сфере здравоохранения региона действительно сделан настоящий рывок. Область продолжает развиваться стремительными темпами. Это и обновление автопарка скорой медицинской помощи. Завершение строительства онкодиспансера с новейшим оборудованием. Он откроет свои двери уже в мае. Кроме того, регион – площадка, где разрабатывают и производят медицинское оборудование высочайшего уровня, которое поставляют в другие регионы и страны ближнего зарубежья. Есть важные достижения в сфере фармацевтической деятельности. Мы посмотрели на выставки много интересных медицинских изделий, которые производятся непосредственно в Рязанской области. Фармацевтических препаратов, в том числе новейших, которые будут основой медицинского кластера. ВУЗ, который готовит высококвалифицированные кадры. В принципе, в регионе создано все для того, чтобы система здравоохранения эффективно развивалась. В рамках форума Павел Пугачев вместе с главой региона осмотрит медицинские организации и учреждения, обсудит возможности цифровизации системы, которая станет основой для предиктивной аналитики по пациентам и обеспечения раннего выявления заболеваний, создания комфортных сервисов для граждан и медицинских работников. В этом году на празднование Дня Победы в России не будут проводить шествие Бессмертного полка. Об этом на специальном брифинге заявила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева. Но акция все же состоится. В каком формате расскажем далее. Бессмертный полк – акция всенародная. Сегодня с фотографиями предков на улицы российских городов выходят миллионы людей. Поэтому, конечно, ни о каком закрытии проекта речи не идет. Другим станет формат вахты памяти. Основная часть уйдет в онлайн, как в пандемийные годы, но никто не запрещает в этот день расположить фото своих родных героев, например, под стекла личных авто. А еще на троллейбусах, трамваях, маршрутках. И это предлагают сделать повсеместно. Это такое автошествие. Оно будет с самого утра и до позднего вечера, потому что люди ездят постоянно на этом автомобиле. И это не будет какой-то ограниченной историей. Вот только в рамках того или иного прохождения по какой-то улице. Применительно к акции «Бессмертный полк» словосочетание «Уходит в онлайн» — это не только размещение фотографий в интернете. У каждого из героев своя личная история, которую организаторы движения тоже хотят распространить через социальные сети. Кроме того, есть вариант с принтовым размещением фото героев на одежде. В ней тоже можно и даже нужно будет пройти по улицам 9 мая. Принять участие довольно-таки просто. Как сказали уже коллеги, можно воспользоваться конструктором, создать непосредственно портрет вашего фронтовика и разместить на любой из одежды. И надеть эту одежду непосредственно в День Победы и не расставаться с вашим фронтовиком на протяжении всего дня. В Москве заявки начнут принимать с 24 апреля в МФЦ. Кстати, с этого года в бессмертный полк включат и парней, погибших в зоне проведения СВО. На сайте движения появится возможность загрузить их фотографии. Жители одного из домов по улице Стройкова обратились в нашу редакцию с просьбой найти ответственных за вывоз мусора с их дворовой территории. Региональный оператор компания «Экопронс» контейнеры вроде как вывозят ежедневно, а на гору мусора рядом почему-то не обращают внимания. Теплый весенний день. Распускаются почки деревьев, играют дети во дворе. И такую вот приятную картину портит лишь одно – гора мусора. Старая деревянная мебель, большие негабаритные мешки и спиленные ветки деревьев лежат посреди двора уже больше месяца. Вначале они загораживали дорогу, из-за чего машины робко прижимались к гаражам. Сейчас же мусор свален большие кучи. Но это не успокаивает жителей домов. На заднем фоне вы уже видите, что большое скопление идет мусора. Этот мусор уже давно складируется. Была надежда, что все-таки он уберется со временем. Пришлось делать посты в социальные сети, чтобы больше внимания привлечь к этому. Жители писали уже во все инстанции. И в жилищную инспекцию, и в администрацию города, и даже в прокуратуру. Ответа не получили. А гора тем временем все больше. И в нее уже добавились торчащие гвозди. А ведь рядом с мусорной площадкой – школа и детский сад. Это постоянно происходит, что как бы уже терпение просто-напросто закончилось, поэтому и начал выкладывать в соцсети и делать обращения. В августе прошлого года точно такая же гора мусора здесь горела ярким пламенем. Тогда мусор, говорят, подожгли после многочисленных обращений. На трубах около мусорных контейнеров следы пожара видны до сих пор. Повторение этой полукриминальной истории местные жители не очень-то и хотят. При этом управляющая компания заявляет, что делает все от нее зависящее. Сотрудники складировали разбросанный мусор в одном месте. И теперь дело за Экопронском. Представитель же регионального оператора нам сегодня заявил, что сами площадки они очищают регулярно. А то, что лежит за контуром, не их зона ответственности. А вот если надоевшую всем гору кто-нибудь вдруг переместит контейнером, большую часть мусоровозы все-таки вывезут. Полина Власова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Почувствовать ароматы специи, ощутить нежность, шелка и настоящий индийский колорит. Вы сможете на выставке продажи индийских товаров. Для вас чай, косметика, текстиль, изысканные украшения из натуральных камней, изящная, резная мебель, аксессуары для дома и сувениры. Будет на ярмарке и то, что купить нельзя. Необыкновенная, насыщенная особым колоритом атмосфера. Индийский чай известен в мире как эталон напитка. Он отличается особым ароматом, непревзойденным вкусом и бодрящими свойствами. На выставке представлен индийский чай, а сам Даржиринг, Нилгари – это три провинции в Индии, которые славятся своими чаями. Индийский чай, он более крепкий, терпкий, ароматный. В давние времена за индийские специи европейцы готовы были отдавать сокровища. По сей день страна славится своими приправами. На этой ярмарке вы сможете приобрести приправы на любой вкус, к любому блюду. Мировую известность приобрела аюрведическая косметика Индии. Это кремы, зубные пасты, средства ухода за волосами, лицом и телом на основе натуральных растительных экстрактов и древних рецептов. Эффект потрясающий. Просто пять лет уходит в течение пару месяцев запросто. Никаких кремов не надо. А если уже использовать замечательные крема, которые у нас есть на шафране, шафрановое масло очень классное. Прямо вообще эффект сногсшибательный. Украшения с натуральными камнями и бижутерия в неповторимом индийском стиле поможет перенестись в атмосферу и почувствовать себя богиней Лакшми. Для полного погружения в волшебство. На выставке можно купить сари и другие предметы одежды. Национальные костюмы очень популярны у тех, кто занимается танцами. Индийские ткани, они классные тем, что в них не жарко, в них не потеешь. Даже если там индийский хлопок очень классный, даже если синтетические волокна, они достаточно все продуманные, они все очень дышащие. Индийские костюмы в тренде, ручная вышивка, она очень классно смотрится и привлекает внимание. Ароматы и благовония, медная посуда, ковры и палантины, кожаные изделия ручной работы, аутентичные колоритные статуэтки, поющие чаши для медитаций. Если заглянете на ярмарку, путешествие в Индию вам обеспечено. Косметика интересует, посмотрим. Чаи, соответственно, косметика. Вот сейчас смотрю это все. Выставка богатая, потому что по сравнению с тем, что было, это самая такая большая выставка. Что понравилось? Вещи вот эти, хлопок понравился. Сумки большой выбор понравились. До 21 мая на одной площадке встречаются торговцы индийскими товарами и те, кто скучает по Индии, вдохновляется колоритом и культурой этой страны. На ярмарке представлены популярные бренды и редкие вещицы, которые привозят путешественники из далекой страны, а вы можете купить никуда не уезжая. В М5 Молл у первого входа место встречи индийских торговцев с ценителями национальной продукции и любителями оригинального шопинга. На этом у меня все новости к настоящему часу. Смотрите наши репортажи и интервью с интересными людьми на сайте телекомпании в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok